Боль в молочных железах называется мосталгией. Она знакома 70% женщин и может говорить об отклонении от нормы, иногда безобидным, а иногда опасным. Сегодня рассмотрим 11 безобидных и пугающих причин болей в груди. Первое. ПМС или овуляция. Во время овуляции или перед месячными грудь может набухать и болеть. Это нормально, так работают гормоны. Правда, как и в случае менструации, стоит быть внимательнее. Циклическая боль не должна быть сильной. Если неприятные ощущения не дают забыть о себе как можно быстрее, проконсультируйтесь с гинекологом. Распознать нормальную циклическую боль можно по нескольким признакам. Болят обе груди, преимущественно в верхней и центральной части. Грудь наливается, опухает, становится тверже на ощупь, иногда боль отдает в подмышки. Болезненные ощущения возникают не ранее двух недель до менструации, затем пропадают. Вы находитесь в репродуктивном возрасте. Чаще всего дискомфорт при ПМС или овуляции вполне терпим. Чтобы уменьшить болевые ощущения, можно принять обезболивающее на основе ибупрофена, парацетамола или напроксена. Если боль тревожит вас каждый цикл или уже надоело, пожалуйтесь к гинекологу. Врач поможет вам подобрать оральные контрацептивы или, если вы их уже принимаете, скорректируют дозировку. Второе. Гормональный дисбаланс. За мосталгию нередко в ответе два гормона – эстроген и прогестерон. В разные периоды жизни их соотношение может меняться, а это аукается отеками и дискомфортом в груди. Чаще всего гормональная разбалансировка случается во время полового созревания, беременности, грудного вскармливания и менопаузы. Если умеренная боль появляется в любой из перечисленных выше периодов, она в целом нормальна, достаточно перетерпеть дискомфорт. Но снова подчеркнем – сильную боль терпеть не надо. Если она присутствует, идите к гинекологу. Третье. Лактация. Прилив молока нередко вызывает напряжение и болезненность в груди. Если вы кормите и при этом наблюдаете, что бюст увеличился на размер 2 и побаливает, это тоже нормально. С этим не нужно ничего делать. Дискомфорт исчезнет сам, когда ваша грудь привыкнет к новому состоянию. Четвертое. Лактостаз. Иногда у кормящих женщин закупориваются молочные протоки, в них застаивается молоко. Грудь в пострадавшем месте еще сильнее отекает и твердеет. Боль возникает даже при легком касании. Лучший вариант при этом активно кормить малыша, чтобы он высосал молоко из спазмированного протока. Если этого недостаточно, после кормления попробуйте сцеживать жидкость массажными движениями. При сложностях обратитесь к консультанту по грудному вскармливанию. Пятое. Мастит. Так называется воспаление молочной железы, одной или обеих. Нередко в мастит перерастает лактостаз. Заставявшееся молоко вызывает воспалительный процесс. Такой вид мастита называется лактационным. Но возможны и нелактационные варианты, когда инфекция попадает в ткани груди через царапины или с кровотоком. Кстати, продула грудь – это тоже пример мастита. Из-за переохлаждения снижается местный иммунитет, и любая зараза легко атакует молочные железы. Симптомы мастита очевидны. Температура тела повышается до 38 и выше. Грудь отекает, становится каменной. Кожа на груди кажется горячей на ощупь. Возникает слабость, головокружение, усталость. Что же с этим делать? Срочно обращаться к терапевту или гинекологу. Мастит не только крайне болезненное, но и смертельно опасное заболевание, поскольку может вызвать заражение крови. Шестое – фиброзно-кистозные изменения. Грудь при этом нарушений становится припухлой и одновременно мягкой. В ней можно нащупать твердые фиброзные участки и кисты. Предполагается, что развитие фиброзно-кистозных изменений может быть связано с индивидуальным гормональным фоном и возрастом. Необходимо обратиться к доктору для уточнения диагноза. Седьмое – прием некоторых лекарств. Мосталгия может быть эффектом некоторых препаратов, например, оральных гормональных контрацептивов, средств, применяемых в постменопаузе, антидепрессантов, средств для лечения бесплодия, препаратов от высокого давления и некоторых антибиотиков. Если вы принимаете какие-либо лекарства, обсудите с вашим лечащим врачом, могут ли они вызывать мосталгию. Если да, подумайте, чем можно заменить препарат. Восьмое – травмы. После удара или сдавливания грудь будет болеть. Это может продолжаться даже несколько дней. Если травма была незначительной и не вызвала видимых следов, дайте груди зажить. Чтобы избавиться от боли, принимайте безрецептурное обезболивающее. В будущем старайтесь беречь грудь от травм. Девятое – неудачно подобранный бюстгалтер. Слишком тесное белье сдавливает, вызывает застой крови и болезненность. Другой вариант – у вас большая грудь, а лифчик слишком свободный. Из-за этого ткани молочной железы растягиваются, что опять-таки вызывает боль. Десятое – отраженные боли. Вам только кажется, будто болит грудь. На самом деле боль исходит от другого органа или ткани. Классический пример. Вы слишком активно занимались в спортзале, подтягивались или, положим, упражнялись на грибном тренажере. И перенапрягли брюшную грудную мышцу, которая расположена под бюстом. В итоге болит мускул, а кажется бутаноиду грудь. Симптомами мосталгии могут проявлять себя также стенокардия, камни в желчном пузыре, костахандрит и некоторые другие заболевания. Если есть вероятность, что мосталгия связана с пельнапряжением мышц, подождите пару дней, боль пройдет самостоятельно. Если не проходит, проконсультируйтесь с гинекологом, чтобы исключить другие заболевания. А11. Фиброаденома или рак груди. В обоих случаях речь об опухолях. Фиброаденома доброкачественная, рак злокачественная и смертельно опасна. На начальных этапах распознать эти заболевания сложно, но можно. Они дают о себе знать прежде всего комочкам, которые прощупываются в одной груди. Другие постепенно возникающие симптомы – это боль или дискомфорт непонятного происхождения. Любые выделения из соска, изменения цвета и формы соска, изменения структуры кожи на пораженной груди. Что же делать в этом случае? Не дожидаться нарастания симптомов. Если вы ощущаете дискомфорт в груди более двух недель или нащупали в одной из молочных желез комок, немедленно обращайтесь к гинекологу или мамологу. Врач проведет осмотр и, возможно, выдаст вам направление на анализы. По их результатам будет поставлен точный диагноз и назначено лечение. И напоминаем, чтобы не дать онкологии шанса, не реже одного-двух раз в год проходите обследование у мамолога.